Восьмая глава, девятый стих. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетовании, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла бредище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Это жесткое предупреждение. Но такое уже случилось. Больше, чем один раз в нашей истории. И с болью должен сказать, что наши родители, во время Великой Отечественной, во время Холокоста, прошли через все эти ужасы. Очень подобные вещи, когда просто растерзывали живьем. טוב, אנחנו צריכים לרוץ, נגיע לפרק תשע, פרק תשע, פסוק שבע, ועד הסוף. Сейчас девятая глава, я читаю седьмого стиха, седьмого до конца. Не таковы ли вы, сыны Эфиопов, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и Ромеев из Кира. Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю, и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. Отмечаю, умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скиню Давида падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиль, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насядут виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. И окончание всей этой обличительной гонки, оно невероятно красивое. Такое же, как конец Осии. И конец, завершающая страница израильского народа, она будет чудесной. И Исаия, вторая глава, они исполнятся. И они уже совершаются. И они уже совершаются. Как написано, как говорят во многих местах, сейчас идемте и взойдем на гору Яковлеву. Давайте пойдем, поднимемся в Иерусалим, и в Сион, и будем учиться правде. Потому что Слово Господне выйдет из Сиона, истина Господня из Иерусалима. Это уже не евреи говорят, это уже язычники с этими словами приезжают сюда. И некоторые ортодоксальные иудеи говорят сегодня, пойдемте в ту Яшиву, или в ту Яшиву в Бруклине будем учиться. Но у язычники, подобно как сказано в Исаии, говорят, нет, мы пойдем на Сион учиться, потому что там Свет, там Слово, там Закон. Несколько слов о седьмом стихе. Не таковы ли вы, как сыны Эфиопов, и как вы для меня, сыны Израилевы? Амос матхил и маневод негед коль ашхеним шелану. И вы помните, Амос, он уже говорил в самом начале ко всем окружающим народам, ко всем соседям нашим. И он говорит евреям, слушайте, не думайте, что только о вас одних есть заботчус. Все народы мои. И вы для меня то же самое, как сыны Кузьми. Или Эфиопы на русском языке. Я привел вас из Египта. Но я, Филистинлян, подобным образом, привел в их землю с Крита. Вы, грешный народ. А перед вами я уничтожил несколько грешных царств. Полностью уничтожил их. Но, несмотря на то, что вы будете платить, я всех вас не уничтожу. Почему? Потому что в день он. Я восстанавливаю Скинию Довида Падшую. И я сделаю трещины. И будет как в дни древние. Почему? Чтобы ваше потомство завладело Эдомом и всеми остальными народами. Это говорит о том, что хоть евреи все эти годы были попираемы, в один день они будут принимать Гоим, и Гоим будет приходить, чтобы послужить еврейскому народу. И это уже начинает случаться. Но оно изменится в большее, и многие придут послужить сюда. Но текст, который здесь, он не только воодушевляет, он важен. Почему он важен? Это тот самый текст, который апостол Иаков, брат Господень, это тот самый текст, который использует апостол Иаков в 15 главе Деяния апостолов. И он убеждает этим стихом Павла, Петра, всех остальных апостолов, что язычников не нужно обращать в иудаизм. Так можно принимать. Без того, чтобы делать им обрезание. Он, Иаков, в 15 главе Деяния апостолов, на основании этого стиха делает свое заключение. И между текстом в Деянии апостолов здесь есть минимальное расхождение текста. Но важное. Тут написано, что бы они овладели остатком Идома и всеми народами, между которыми возвестится имя Майо. А в Новом Завете написано, что бы они овладели остатком Идома, а здесь сказано, что бы взыскали Господа прочие люди и все народы. Не Эдом, а Адам, люди. Как правильно сказать, люди или Эдом, народы Идома? Почему вы врите? В Амосе написано остатком Идома, а здесь остатки людей. Почему правильно перевести не люди, а Идом? Когда поставили Никуд, которые определили, как буква будет читаться, Э или Адам, Адам или Эдом? Как правильно перевести не люди? Точки Никуд, которые определяют Эдом или Адом, поставили в 6-7 веке нашей эры. А Амос пророчествует 7 веков до нашей эры. В те времена не было Никуда, подобно, как сегодня существует, с ударениями. Но это не было гласных, только согласных. И сейчас нету. И сейчас нету вторых. Вы врите, нету гласных, нету гласных, а не согласные. И только Никуд определяет, какая буква там будет читаться, А или Э. А тенуа, это в Никуде. И вот эта вот гласная или негласная, она определяется Никудом, который снизу точками выставляется. Но... А за Тахушек за Адам и Эдом? Адам за Йотер нахон ми Эдом. А, Адам Йотер нахон ми Эдом. И я прошу прощения, я перевел, что Эдом более правильно, чем Адам. Нет, он говорит, Адам правильней. Все человечество, не одно племя, остатки Эдома, а остатки всех людей. То есть Адам правильно перевести. Как мы знаем, что это более правильно? Потому что перевод 70, который... Септуагинта, которую перевели с иврита на греческий язык. в 80-е... 180 лет до рождения Иешуа. Там уже написано не Эдом, а Адам. Так же, как и использовано в Новом Завете. В Амозе так же написано наследуют, а в деяниях апостолов написано востребуют и дрышу. Но здесь я бы сказал, что слово наследовать более правильно звучит, чем как здесь написано... чтобы взыскали, взыскали, борусидзе, боицем Иршу. На русском эта разница не чувствуется. Вы видите, что апостолы используют конкретно этот текст. И говорим, что Бог восстанавливает скинию Довида Падшую. И Гоим являются там в Тур-Гоим, не в Тур-Гоим. И язычники войдут туда как они есть, со своими национальными принципами или признаками. Они не зайдут туда как евреи. Они зайдут в той национальности в которой они рождены были. И не нужно их заставлять проходить гиур. Но мы нам предлагаем для них, אומרим но апостолы говорят но мы советуем им чтобы они могли зайти в синагогу каждую субботу чтобы они там научились пониманию Туры. Это Тура. Тру. Чтобы они поняли что люди не были тенах в доме. Потому что в те времена у людей не было вот этой книги по домам. И даже много кафари и маленькие домы не было и во многих маленьких деревеньках или маленьких городишках у них даже в синагогах не было полностью книг Танаха только одна Тура. У них в лучшем случае было свитки Торы. Ашлихим умрим ло яудим поэтому апостолы в качестве совета говорят в 15 главе тем обращающимся к вере в Ишуа язычникам не делайте бритмилу не делайте обрезание но мы попросим у вас соблюдите четыре заповеди там написано не убивать сюда в Ленину при рыботия нету и это называется заповеди которые Бог заповедал ною с 9 главы бытия и если вы пойдете в Байт Кнесет на долг в Шаббат вы услышите чтение и вы будете слушать Слово Божье на вас присутствует Святой Дух это влияние будет вас взращивать в Слове и в Духе вперед и у вас все будет хорошо с 13 до конец и вот наступают дни когда столько будет жатвы что жнущи не будут успевать пожать и придет уже 70 то есть столько будет плодородного всего и все будут изобилия и будет винов для всех Только баптисты не будут пить вино. Все остальные будут. Немножко, немножко. Невозможно быть евреем, чтобы не выпить немножко вина в каббалат-шаббат и благословить Бога. И здесь написано, поэтому будет много насажено виноградников, будет пить вино, но только не баптисты. И устрою вас в земле вашей. И будут плоды, и никто вас не выгонит вон. У нас есть прекрасный план на будущее в Эрот-Исраэле. Амин. Все скажут амин. Амин.